Сегодня в студии программы телевизионный продюсерский центр гости труппо бродячих музыкантов в Эрлис Бэнд. Знакомьтесь, Женя и Дмитрий. Очень приятно. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, почему вы называете себя труппо бродячих музыкантов? Я думаю, что это некоторая шутка своего рода, потому что у нас нет какого-то определенного стиля, в котором мы играем. Мы придерживаемся некоторых рамок, традиций, но мы достаточно открыты как к новым музыкантам, так и к музыкальным каким-то традициям. Поэтому мы просто гуляем, играем. А какой тогда у вас стиль музыкальный? Вот с этим всегда возникают некоторые проблемы, как его обозначено. Но есть генеральное направление. Да. Все-таки в основе лежит этот плюс. То есть плюсовая культура. А вот дальше уже... Дальше на этом наслаиваются определенные традиции. Та же свинговая музыка, та же музыка 70-х годов. Смотрите, изначально бродячие музыканты – это, так скажем, цыганская музыка. Присутствуют ли цыганские мотивы в ваших композициях? Мы стараемся внести некоторые элементы. Я думаю, что на нашей презентации, которая будет 4 июня, мы попробуем добавить какие-то элементы, в том числе и цыганской музыки. У нас будет баянист, у нас будут трубы. И все это попытаемся как-то по-интересному оформить, обыграть. Ну, бродячие музыканты все-таки, наверное, не только цыгане, потому что существует и европейская традиция уличного музицирования. Вот это ближе, скорее, ближе туда. Ну, вот элементы танго даже есть. Я даже дополню, что блюз, он изначально – это тоже музыка, которая игралась просто на улицах. Поговорим сейчас о вашем имидже. Ведь имидж бродячих музыкантов тоже нужно поддерживать внешней оболочкой, не только музыкальной. Ну, конечно. Вообще, я хочу сказать, что любой образ, любой имидж – это прежде всего осознание самого себя и своего места где-то в музыке, в мире. И тот образ, к которому мы пришли сейчас – это не оторванный от нас самих какой-то имидж, да? Это то, что постепенно складывалось, постепенно формировалось. Сейчас мы немножко добавили в это легкий такой элемент театральности. Может быть, это связано вот с тем, что я еще работаю в театре параллельно. Вот. Мы решили немножко сделать чуть поярче краски, чуть усилить вот этот элемент бродящих таких музыкантов, да? Вот. Но мы пробуем, мы еще находимся на такой стадии экспериментирования, так что посмотрим, что из этого получится. Вначале было заметено, что по поводу бродящих музыкантов это какие-то скорее шутки, то есть действительно продержничество различного рода. То есть в данном случае имеется в виду не в прямом смысле, а некое интеллектуальное продержничество, да? А это на самом деле феномен уже интеллигентский. Дмитрий, раз уж вы задели тему интеллигенции, я знаю, что тексты ваших песен, они несут какой-то еще социальный смысл. Так ли это? Ну, это вопрос скорее не мне, а такой вопрос вот к Жене как раз. Он, на самом деле, автор большинства песен. Вот это еще тоже очень важно, потому что, в принципе, так получилось, что Верлис Бэнд – это все-таки, скажем так, один поэт и несколько музыкантов. Тогда Евгений, вы послушайте. Я на самом деле скажу, что мы целенаправленно избегаем напротив всякой социальности. Я стараюсь не затрагивать ни эти темы, ни как-то их обыгрывать. Для нас важнее внутреннее состояние человека. Последний вопрос на сегодня касается съемок вашего клипа. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее, о чем этот клип, как он был снят. Сами съемки проходили еще в феврале. Мы снимали это все за один день в одном месте. У нас было такое единство времени места. Снимали в кафе на Эльмашем. И суть самого клипа была сделать такой мини-концерт, на котором присутствовали наши знакомые, наши друзья. И такая легкая стилизация по старину была. Вот, собственно, из этого родился клип. Сейчас вот буквально сегодня, вчера он был завершен, но можно его показывать. А прямо сейчас смотрите клип группы Верлис Бэнд на песню «В голове». Много ненависимых песен в моей голове. Это много ненаписанных песен в моей голове. Я пытаюсь найти открытую дверь, чтобы выпустить дни из головы моей. Но много ненаписанных песен в моей голове. Слишком много ненаписанных слов в моей голове. Я запись внутри не могу сказать. Лишь смотрю, как собака в твои глаза. А там много ненаписанных слов в моей голове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много ненаписанных песен в моей голове. Это много ненаписанных песен в моей голове. Я слушаю по ночам, не спекутся в ней. Пытаюсь бежать из головы моей. Но там много ненаписанных песен в моей голове. Ненаписанных песен в моей голове Ненаписанных песен в моей голове Ненаписанных песен Субтитры создавал DimaTorzok